Мы находимся в китайском ресторане, там шла в Санкт-Петербурге. Такой, знаете, простой ресторан, очень красивый рекорд. Понятно, что мы обещаем Новый год по китайскому китайскому. Это уже пятница, 12 февраля. А вы вообще знаете от родницы, как обещать Новый год? Что принято у китайцев? Ну, обычно одеваются в красный цвет, потому что красный цвет, он символизирует успех, процветание, даже подарки дарит красным конкурсом, деньги, отлично. Также, конечно, накануне до того года вам нужно быть только в хорошем настроении, думать только о положительном и никакого не хотим. Ну, конечно, как правило, мы желаем друг другу счастливого Нового года и так далее. То есть все эти пожелания можно написать на специальных парных полосках. Весь в красной бумаге заметьте и наклеить их на цвет. Собственно, вид вы должны получиться. Так что красный цвет – это особо. Я думаю, что вы тоже заметили, когда бываете в китайском ресторанах, такое сочетание красного. Это придает вот такой, как уют, да, тепло. То есть красный цвет – это действительно у них спеша, правда, спеша луна. Вот, ну, чтобы изгнать всех вот этих ведьм и так далее, то нужно обязательно, мы можем изгнать с помощью хлопушек, потому что они боятся громкого звука и, ну, они вот шумают. Ну, в общем, вон, какие-то, ну, потому что это и будет. Ну, а так все угодно. И да, новогодние – это пельмени. Наши пельмени. Их можно готовить заранее. Конечно, это долгий процесс. Но сейчас у нас с его мы пользуемся из-за нехватки времени. И вот просто покупаем полуфабрикаты и готовим. Вот мы сейчас пробуем вот эту китайскую кухню. Вы знаете, довольно вкусно. Вот это у нас баклажаны. Ну, собственно, и все. Так что с Новым годом, счастья и здоровья.